У нас есть специалист по прогнозам и крупнейший аналитик страны, с моей точки зрения, в части зерновых и масленичных, Владимир Викторович Петриченко. Я даю ему слово. Пожалуйста, Владимир Викторович. Спасибо большое. Здравствуйте, друзья. Я вокруг этого экрана буду ходить немножко и рассказывать о своем. Но вот сейчас хочу больше даже не столько с цифры, а картинки и некоторые кривые вам больше на это акцентировать. Действительно, вы все знаете, и Александр Николаевич говорит, что влага – это очень важная вещь для сельхозпроизводства. Есть Обнинский институт гидрометеорологии, он мониторит засухи, так называемые. И вот посмотрите, есть подекадные, это первая декада мая, начинаются они с мая. Пока все нормально, все достаточно неплохо выглядит в России в целом. Вот этих красных точек нет, у желтых мало, но потом появляются, это вот вторая декада мая, появляется вот это вот пятно. Очень тревожное, очень такое существенное, важное пятно, которое захватывает наш Южный Урал, Зауралье, Кустанайская область, Актюбинская область Казахстана и Петропавловск. Вот здесь вот появляется тревожная вещь. Она еще больше начинает разрастаться в конце мая. Это Курган, Челябинск, часть Оренбурга и, в принципе, и Тюменская область тоже. Немножко захватывает Омскую область. Вот то, что здесь происходят вот эти вот пятна красные, вообще-то говоря, очень странно. Я не знаю, почему они это показывают, но на самом деле все нормально. И в Крыму, и на юге России все, в общем-то, достаточно неплохо. А вот здесь по Волжье и Южный Урал и Зауралье действительно начинает гореть. И вот последняя картина, которая есть, это первая декада июня пока. Второй декады еще нет, не вывесили. И здесь уже совсем серьезно начинается ситуация по почвенной именно засухе. И, конечно же, ваша кулунда. Кулунда – это вечная засуха, постоянная засуха. И те осадки, которые там прошли, они, конечно же, сейчас могут существенно изменить картинку. Теперь покажу вам, это так называемые запасы почвенной влаги, именно влажность почвы, по данным Всемирной Метеорологической Организации, World Meteorological Organization. Значит, желтое – это то, что было в прошлом году, а красное – это сейчас, текущие картинки. Я не буду, конечно, все регионы показывать невозможно, там потом в конце презентации есть подробности. Но если говорить, скажем так, крупно, по Черноземью, там очень пестрая картина, где-то очень хорошо с запасами влаги, где-то начинаются проблемы, допустим, тамбов. Юг. В отличие от того, что было в прошлом году, это была страшная засуха, вот эта вот влажность желтая в прошлом году, сейчас замечательно. Даже Волгоградская область, где очень сильная сейчас жара и, по сути дела, тоже отсутствие осадков, но влажность почвы нормальная. Там есть гибель озимых, но зато очень хорошо выглядят яровые культуры. То есть юг показывает, сейчас великолепные, думаю, будут показаны результаты по урожайности. Приволжский федеральный округ. На самом деле, я бы сказал, я видел, что там, в общем-то, есть и осадки, но жара, которая сейчас там пришла, и она застряла, и вообще-то вся европейская часть России находится сейчас в блокирующем антициклоне, который, может быть, разобьется через неделю. Так, в общем-то, метеорологи мне говорили, что через неделю он может быть разбит. Но сейчас именно блокирующий антициклон. Так вот, по Волжью, в принципе, хорошо только в Саратове, как это ни странно. Во всех остальных весьма и весьма тревожно, особенно, скажем, ну там есть Ульяновск, Татарстан, Башкирия, которую, так сказать, я отношусь к Уралу, там совсем проблема. Вот и скажем, Урал, Башкирия, в Татарстане, думаю, это включать или включать сейчас ЧАЭС, отдельная история. А вот то пятно, которое я вам показывал, это Курган, Оренбург, Челябинск, ну, близко к уже, так сказать, не катастрофе, но не хочется говорить слово «приговор», если через неделю ничего не произойдет, то это вполне может быть именно так. В Сибири прошли осадки по Омску, и они отошли, можно сказать, от той пропасти, которая тоже грозила Омской области, вот рядышком с Курганской областью, и с Петропавловской областью Казахстана. Ну и Алтайский край, в общем-то, это, конечно же, в среднем, мы понимаем, что Кулунда в засухе, но в среднем Алтайский край, в общем-то, так сказать, в более-менее нормальной ситуации, ну, по сравнению с прошлогодней засухой, чуть-чуть лучше, скажем так. И великолепно все, просто замечательно выглядит в Восточной Сибири. Красноярский край, Кемерово, ну, там погодные условия и запасы влаги, и, вообще, так сказать, почвенная обработка близки к идеальным, можно так говорить. Ну, и, так сказать, в среднем неплохо выглядит Новосибирская область. Вот, так сказать, такой быстрый обзор по картинкам того, что сейчас, вот, так сказать, видится на сей момент по основным зеленопроизводящим регионам. Пока у меня в целом расчет стоит на 127 миллионов тонн. Это, так сказать, несколько выше, чем я считал в начале июня, потому что юг. Потому что юг показывает и будет показывать великолепные результаты. И здесь, так сказать, были подняты именно урожайность по пшенице выше 80 миллионов тонн. То есть, у меня было в расчетах 79 с половиной. Где-то на один миллион я его поднял в целом. Но, если бы не те провалы, которые я вам показывал по Волжью и по Уралу, то, конечно же, в общем-то, цифра была бы выше. И пока, что называется, хорошо выглядит кукуруза. Потому что по тем именно производящим регионам, которые основные в кукурузе, осадки прошли хорошо. И стартовые условия для вегетации кукурузы, они весьма и весьма хорошие. Ну и ко всему надо, впрочем, учесть, что 3 миллиона гектар под кукурузой, и это, так сказать, один из самых лучших результатов, которые виделись у нас, так сказать, по профессиональным плодоощадям. Ну а по ячменю, к сожалению, не досев. И поэтому ячмень, вот так сказать, в 18 с половиной миллионов гектар, несмотря на то, что озимый ячмень в очень хорошем состоянии, не досев именно, я бы сказал так, по яровому ячменю. Ну, это вот в подробностях озимая пшеница, какое производство в моих расчетах, какой очень хороший озимый ячмень сейчас на юге выглядит. Несмотря на то, что это была удивительная вещь, могла быть гибель озимых очень сильная по югу, потому что невзошедших было крайне много. И чудесная весна, которая, в общем-то, исправила это все, и они взошли, озимые взошли в режиме яровой пшеницы, да, и могут показать весьма неплохие результаты, именно исходя из того, какое там вегетационное состояние по почве. Отдельно, что еще отмечу, зернобобовые, это я рассказал там о главных, зернобобовые очень хорошо выглядят на юге и, в принципе, в Черноземье, поэтому это будет, по сути дела, второй результат после рекорда 2017 года, и зернобобовые окажутся в большом торговом интересе, скажем так, именно благодаря тому, что пошлины на зернобобовые нет, поэтому, почему бы, что называется, не получить хорошие финансовые результаты на этой культуре. Ну и что касается, если, так сказать, я там не буду показывать отдельно по гречихе и по гречке, пока у меня в расчетах примерно то же самое, что и в прошлом году по гречихе в производстве, но, скажем так, поздняя культура, она может преподнести сюрприз, но по главным производящим регионам, вот что покажет Башкирия, если гречиха не оправится от тех проблем, которые там есть, то тогда получится, потому что по Орловской области неплохо, вот главные производители это Орловская область, то есть Алтайский край, конечно же, номер один, потом Башкирия или Орловская область, в зависимости от того, где и как, в Орловской области все не неплохо, в Башкирии может оказаться плохо, и тогда здесь, что называется, где-то так, это минус 100 тысяч тонн может от этой цифры оказаться, но это все под вопросом. Дальше, по основным регионам, ну вот, опять-таки, я уже рассказал про основное все, там по частям, что касается Сибири, то вот именно благодаря тому, что осадки, которые сейчас прошли в первой половине, не в половине, а вот в середине июня, они, в общем-то, выправили эту ситуацию, и взгляд у меня был где-то на 15 миллионов тонн по производству зерна в Сибирском федеральном округе. Сейчас выходим на 16, это, в общем-то, может оказаться даже и лучше, потом я покажу почему, но сначала расскажу о пшенице, и здесь важно подчинуть, но это не совсем для вас, не для Сибири, а для экспортного потенциала России. Он сопоставим с тем рекордом, который был по югу в 17-м году. Именно по южному федеральному округу, ну, вместе с северо-кавказским федеральным округом, такой объединенный юг. То есть мы производим Россию на экспортной площадке рекордный урожай пшеницы именно, ну, и близкий к тому, что было в рекорд 17-го года. Именно поэтому, так сказать, и формируется, естественно, у нас один из рекордных, ну, близкий к рекорду экспортный потенциал нашей главной культуры пшеницы в предстоящем будущем сезоне. Ну, и, естественно, в общем-то, пока я вижу очень серьезный провал по Южному, по Уральскому федеральному округу, вот лучше покажу здесь. Надо отметить, ну, что самое страшное – это 2012 год. И для сибирского, и для уральского федерального округа это были огромные испытания и существенные провалы. Пока я не вижу, чтобы на Урале это было как в 2012 году, это примерно около 4 миллионов тонн производства зерна по Уралу. Ну, и по сравнению с 2012 годом, когда было 3 и 4, это, в общем-то, это не такая уж сильная беда, но это очень существенное снижение. Здесь, возможно, ухудшение еще по Челябинску, если там действительно будет продолжаться эта засуха, которая там сейчас есть, а вот в ближайшую неделю этого не предвидится, улучшение ситуации, к сожалению, то может оказаться еще не некоторое дополнительное снижение по Челябинску. И, а что касается Сибири, то здесь, наоборот, я полагаю, что возможно улучшение по цифре по Красноярскому краю, ну, пока, скажем так, 2,5 миллиона тонн, по сравнению с тем рекордом, который был в прошлом году, 2,7 почти, да, то есть может это приблизиться в Красноярске к прошлогоднему уровню тоже в 2,6-2,7 миллиона тонн. Ну, а Алтай, это не супер урожай 5,1, но, в общем-то, это вполне неплохой, вполне хороший, ну, что неплохой, это хороший урожай. Но, естественно, очень важно, и смотрим на то, что будет происходить в Казахстане, то есть, во-первых, на Урале, потому что это получается, что для вас Урал будет таким дополнительным пылесосом, который будет вытаскивать зерно на свои перерабатывающие комбинаты, особенно Челябинск, допустим, да, или, там, скажем, Пермский, ну, это Привовский округ, но все равно это Уральский регион, куда будут вытаскиваться зерно из Сибирского федерального округа. Но, в особенности, в общем-то, я полагаю, это будет, конечно же, Казахстан. Как это не досадно Валерию Владимировичу, который на Казахстан смотрит, как Ленин на буржуазию, да, наверное, вот. Но, так или иначе, пока это очень скромный взгляд на то, что у нас будет второй, в общем-то, экспортный потенциал зерновых и пшеницы после рекорда 17-18 сезона, ну, это благодаря, конечно, переходящим запасам, но при этом надо иметь в виду, пока я так скромно написал, что это 1,3 в Казахстан. Может быть, это будет где-то по полтора миллиона в Казахстан, смотря что, как они берут. Баланс. Не буду на нем слишком долго остановиться, потому что уже, в принципе, я рассказал про экспорт, учитывая то, что у нас внутреннее потребление с учетом вычета, скажем так, приписок, которые были где-то в 2 миллиона тонн на прошлом урожае, у нас внутреннее потребление довольно стабильное. А экспортный потенциал, таким образом, может вырасти до 51 миллиона тонн в целом. Это с учетом Казахстана, естественно, такой нетаможенный экспорт, по сути дела. И здесь, естественно, главная культура – это пшеница, несмотря на эти самые безобразные пошлины, которые нам сделало наше государство, никуда от этого не деться. Будем жить в этом режиме. И если и когда, мы, что называется, начали уходящий сезон с начальных запасов в 12,5 миллионов тонн, не доэкспортировали примерно 3 миллиона тонн, потому что, в общем-то, экспортный потенциал у нас был 51 миллион тонн, и из-за пошлины этого не произошло. Мы их доэкспортируем в новом сезоне. И если, когда придем к конечным запасам в 12,5, с чего начали, допустим, уходящий сезон, то, в общем-то, слава богу, все, так сказать, станет более-менее по-спортивному интересно, потому что падающие, переходящие запасы – это хорошие цены. Ну, как уж пошлина даст, еще дополнительно внутренние цены будут ли они хорошими, об этом чуть попозже. Для начала покажу вам, что на мировом рынке ситуация, в общем-то, весьма и весьма непростая, которая по балансу, это, конечно, министр хвост США показывает, USD, баланс профицитный для того, что, глядя на то, как есть спрос при предложении. Это плохо для цен, да, потому что индекс запаса к потреблению растет, что по пшенице, что по кукурузе, но, несмотря на то, что, вообще-то, он сильно упал. Это несколько плохо, естественно. Для цен, для торговли, для производства, ну, как-то, так сказать, начинается стабилизация, что ли. В общем-то, нет. Я бы сказал, что нет, это не так, потому что, на самом деле, этот индекс, ну, совсем немножко, что называется, лучше, а там даже не лучше, чем позапрошлый сезон, да, а здесь, ну, чуть-чуть лучше, чем вот прошлые сезоны. Это называется, немножко отошли от дефицита. Дефицита пшеницы, дефицита кукурузы в первую очередь. Но этот дефицит все равно в мире будет оставаться, особенно учитывая то, что мир выходит из пандемии и начинается увеличение спроса. И при этом, в общем-то, балансы все эти кривые, потому что, на самом деле, ну, есть большие претензии к тому, как вы посчитали USD и все эти производства и спроса. Об этом не буду на этом деле мозги заканифоливать вам излишне. Но главное, вот посмотрите, несмотря на такой профицитный баланс, Соединенные Штаты свои внутренние цены, не берите в голову их абсолютные цифры, да. Главное, потому что они на базисе франкофермер, хозяйства, там, какого-нибудь Иллинойса или Техаса, да. Не важно. Главное то, что, несмотря на этот профицит, они прогнозируют свои внутренние цены в новом сезоне на 29% выше, чем в прошлом сезоне. Это имеются среднесезонные цены. Противоречия. Ну, как это может быть так? Баланс профицитный, цены должны упасть, а они прогнозируют, наоборот, рост. То же самое по кукурузе. И даже больше. Несмотря на профицитный, опять-таки, баланс, несмотря на то, что запасы вырастут, и там, и там запасы вырастут, они все равно предполагают, что их внутренние цены, это, опять-таки, внутренние цены в Соединенных Штатах на базисе фермер, в среднем за сезон вырастут на 31% по сравнению с прошлым сезоном, ну, с текущим сезоном, потому что он еще не закончился на самом деле. Вот такие противоречия заложены вот в этом балансе. Я надеюсь, просто они, скажем так, разойдутся чуть попозже, где-нибудь там к августу, когда они, наконец, вот в этих цифрах наведут порядок. Потому что кому верить? Профицитному балансу или вот этому прогнозу? Я, естественно, больше верю вот этому прогнозу, потому что в этом балансе и в кукурузе, и в пшенице есть те недочеты, о которых я сейчас не буду говорить, но они там заложены. По крайней мере, производство пшеницы Соединенные Штаты для России предполагают 86 миллионов тонн без Крыма. В Крыму 1 миллион тонн. 87 с Крымом, это нереальная картина сейчас. А у них это заложено. Вот такая вот история. Теперь, кто есть, вот Роман Владимирович упоминал Китай. Да, действительно, это очень мощный пылесос. И не только соевых бобов, которые они импортируют где-то в 105 миллионов тонн в будущем сезоне, но и зерновых. Вот они в прошлом сезоне, в уходящем сезоне, и эта цифра будет выше даже. Там где-то 32 миллиона тонн, они, наверное, возьмут кукурузы. В новом сезоне, ну, Минсельхоз опять-таки спрогнозировал от достигнутого. Сколько взяли, столько возьмут и в будущем сезоне. В реальности они возьмут больше. И это все ожидают, это все понимают, потому что им надо выходить из той ямы, в которую они попали по АЧС в 19-м году. В 18-м, в 19-м году. Чего это такое происходит? И сейчас восстанавливается поголовье свиней в Китае, и это восстановление требует дополнительных ресурсов, дополнительного сырья. И поэтому это будет действительно очень мощный спрос на мировом рынке. Почему-то, так сказать, все и смотрят на Китай, как они будут дышать. Как дышит Китай, так и дышит, естественно, вся продовольственная картина мира, по сути дела. Ну, а учитывая то, что вот один из таких важных показателей, представьте себе, рост экономики Китая в первом квартале составил 18,3%. Сумасшедшие цифры. Вот как они вылезают из той ямы, в которую попали с пандемией. И таких-таких темпов, в общем-то, представить себе, наверное, очень трудно. Это не снилось нам. Это реальность. Это реальность. И то, как они вакцинируют свое население. 10 миллионов человек в день. В день вакцинируют. Вы представьте себе, они Казахстан за полтора дня бы отвакцинировали, да? А Россию за полмесяца справились бы, 100% было бы население. Вот такая история. Именно благодаря этому я смотрю позитивно на то, что будет развиваться в мире. А если посмотреть на баланс ячменя, я вам показывал пшеницу и кукурузу. Если посмотреть на баланс ячменя, то он вообще замечательный. Он супер дефицитный. Запасы падают. Индекс запасов потребления падает до исторических минимумов. И это приводит к тому, что цены на ячмень сейчас, на новый урожай, находятся на очень хорошем уровне. Они слишком сильно задрались по Франции на 290 долларов. Сейчас упали на 250. И наша цифра тоже где-то находится на 250 долларов. ФОП Черное море. Сейчас она упадет, наверное, на 240. И новый урожай будет стартовать 235-245 долларов. Такие цифры. Такая, 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 чуть-чуть чудесная картинка. Не снилась давно, как стартовая цена. Поэтому ячмень, ячмень нам, в общем-то, будет создавать хорошую поддержку для цены на пшеницу. Ну и потом, сказать, я расскажу в целом. Вот, так сказать, если мы посмотрим наши цены на Черном море. Пшеницы, господи, вот она красненькая, да, ячмень и кукуруза, то время от времени, ну, во-первых, на переломах сезона происходит смена флага, и кукуруза становится дороже, чем пшеница. Это нормальное явление, это тоже нормальный процесс. Это, естественно, особенно учитывая сдвиг сезона кукурузы, который стартует где-то так это с сентября-октября. Но есть еще и когда ячмень тоже становится, бывал, дороже, чем пшеница. Это эти аномалии вполне, так сказать, понятны там в связи с спросом в Саудовской Аравии и в Китае. Но что это значит? Это значит, что, если и когда при хорошей цене на ячмень, которая поддерживает пшеницу снизу, и высокой цене на кукурузу, которая будет тянуть ее сверху, на нашу пшеницу, скажем так, мы увидим в новом сезоне совсем не дешевые ячмени кукурузы, которые я вам показывал на тех балансах. Особенно учитывая то, что есть у нас такой мощный экспортер кукурузы, как Бразилия, которая сейчас из-за засухи просто очень сильно провалилась, еще до конца недооценили этот провал. И поэтому начало сезона для кукурузы видится весьма и весьма высоким. А если этого нет, то я там на следующем слайде покажу. То есть в начале сезона кукуруза будет заведомо дороже, чем пшеница. И она будет именно тянуть... Да, уже подхожу к это самое... Пару минут, тройку, да. К апофеозу, к апофигею. Вот пока что я нарисовал в Геленджике вот эту вот кривую для цены на пшеницу. Я нарисовал несколько выше, от 260 и до 300 долларов. Вопрос, когда будет 300 долларов на ФОБе. Сейчас я этого не сделал, потому что, вы знаете, за последние две недели очень резко подорожал фрахт. Он буквально на 10 долларов взлетел от того, что было... И это было для всех, не только неожиданным, это было сюрпризом для всех. Это, кстати, тоже показатель того, как восстанавливается экономика Китая, как туда требуются новые-новые пароходы, особенно сухогрузы. Ну и, ко всему прочему, восстанавливается жизнь в Европейском Союзе. Вы знаете про отмену масочного режима во Франции после пандемии. То есть, вот этот вот фрахт, он будет очень сильно негативно сказываться на цены именно продавца ФОБ. То есть, при стабильном спросе у покупателя на СНДФ, если фрахт вырастет, то это, по сути дела, минус для ФОБа. Поэтому я здесь сделал минус 10 долларов, но еще и минус 10 долларов из-за тех самых пошлин, которые, к сожалению, тоже бьют нашу цену и нашу экономику. Вот за последнее время, это вот пошлина на пшеницу, та самая плавающая пошлина, о которой говорили на первой части сессии, которая в неделю определяется на неделю. За месяц она выросла на 10 долларов. Павел Викторович, на секунду вас перебью. Тем, кому нужно на оперштаб, он через 4 минуты начинается, поэтому, пожалуйста, можете нас покинуть. Начинаю заканчивать. А все презентации будут доступны на сайте altaiagro.ru. И таким образом, как пошлина, так и, в общем-то, удорожавшийся фрахт несколько будут давить на наши цены, но они будут существенно выше, чем все предыдущие сезоны, цены на предыдущих сезонах. Если когда переходить, опять-таки, на сибирский базис, то вот это вот атмосферные засухи. Я вам показывал почвенные засухи для России, а атмосферные засухи здесь еще есть СНГ. Вот посмотрите на это пятно под названием весь Узбекистан, Туркменистан, часть, ну, так сказать, огромная часть Казахстана, она находится в жесточайшей атмосферной засухе уже 2 месяца, даже больше, по сути дела. И именно вот это будет формировать существенную потребность зерна в Казахстане, который проваливается по Кустанайской области, по Петропавловску. Все, в принципе, неплохо в Акмолинской и в Павлодаре. Акмолинск, конечно, очень важный производитель зерна. Павлодар – это так, миноритарий. И это, получается, вопрос, соберут ли они 14,5 миллионов тонн, которые планирует Министерство Казахстана. Очень большой вопрос, скорее всего, это не произойдет. И дай Бог, если они соберут 13 миллионов тонн пшеницы. И, соответственно, спрос из Сибири. Все недостающее у себя они возьмут у вас, у сибиряков. Поэтому пока что, вот что называется, цены по Уралу и по Казахстану будут, естественно, выше, чем вот этот вот экспортный паритет, который я здесь нарисовал для пшеницы 4 класса. Это именно исходя из экспортного паритета. То есть из того, с каким спросом сюда могут прийти экспортеры Азовско-Черноморского бассейна. Пока еще не беру Балтику, потому что Балтийские ворота заработают только в будущем сезоне. И это будет очень интересный для вас именно выход, потому что Балтика, она для вас ближе, чем Черное море, чем Новороссийск. Туда ввести ближе, и это будет именно показатель. Но это будет в новом сезоне, а не в этом сезоне. Вот такая история.